Всем таквенный привет, с вами Дрим и в сегодняшнем видосе, ребят, я подготовил для вас рубрику, которая, в принципе, вам всем зашла, а именно обзор и открытие самых редких кейсов в PUBG Mobile. На сегодня меня удивил просто подписчик определенным кейсом, который имеется у него в инвентаре, именно ящик пирата, ребят, это очень старый кейс, который вообще можно было найти на карте, если я не ошибаюсь, я просто просмотрел свои старые видосы, вроде бы таким образом мы их добывали, да. И в сегодняшнем видосе мы с вами откроем этот кейс, также у него есть еще и другие редкие кейсики, мы их с вами тоже, конечно же, рассмотрим и откроем, ребят, да, то есть мы с вами делаем обзор кейсика и сразу же его открываем, поэтому видос должен быть интересным, я сам еще не видел, что там есть, что можно туда выбить, потому что для этого нужно открывать каждый кейсик в отдельности, ну и я оставил это для того, чтобы, в принципе, сохранить интригу и вместе с вами это сделать, и вы услышали мои эмоции на то, что нас ожидает. Поэтому, ребят, всем желаю приятного просмотра, надеюсь, вам ролик понравится, если вдруг у вас тоже есть какие-то редкие кейсики и вы хотели бы попасть в видосик, скрины кидайте мне в директ Инстаграм, а уже мы с вами там спишемся, ссылочки есть в описании. Ну и да, как я и обещал, ребятки, результаты розыгрыша, прокачки аккаунта будут уже скоро, они будут не завтра, не послезавтра, они будут сразу же после выхода пользовательского кейса, то есть послезавтра выходит пользовательский кейс и ровно через день мы выбираем победителя и открываем даже этот пользовательский кейс на его аккаунте, если он это захочет, конечно. Поэтому, ребят, если вы вдруг еще не участвуете в розыгрыше, обязательно переходите по ссылке в описании, выполняйте все условия и участвуйте. Всем желаю приятного просмотра, не забываем прожимать свой царский лайк, ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, вот мы с вами зашли на аккаунт подписчика, спасибо ему огромное за то, что он предоставил свой аккаунт, если есть желание, можете ему даже закидать курочек. В общем, давайте заходить в инвентарь и рассматривать все кейсы, как я уже говорил, мы с вами будем рассматривать содержимое каждого кейса в частности, а потом будем его, конечно же, открывать, потому что владелец аккаунта позволил это сделать. Ну а в конце мы с вами доберемся до того самого ящика пирата, да, пиратский ящик, который мы с вами будем открывать и посмотрим, что же оттуда годного может упасть. Этому кейсу больше двух лет, ребят, так что, сами понимаете, двух с половиной лет даже, так что, сами понимаете, эксклюзив просто максимальный. В общем, давайте начнем, я думаю, снизу вверх, да, будем с вами вот таким вот образом использовать кейсик, смотреть, что там внутри и его, в принципе, открывать. Первый кейсик у нас называется Курбан Байрам, наборчик, здесь вы можете выбить себе популярность, в принципе, открываем данный кейсик, окей, идем дальше. Что же у нас тут дальше? У нас тут дальше, ребят, есть вот такой вот кейсик, эксклюзивный набор единства, неплохо, неплохо. А, здесь снова же у нас популярность, я вас понял, открываем. Угу, два перстня, неплохо. Ящик с одеждой 2-7 дней, чё? Это чё такое? Ну-ка, давайте посмотрим. Ага, даже такое у нас бывало, да? Ну, это, я так понимаю, очень старый кейс, здесь все временное, поэтому я даже не вижу смысла открывать. Давайте мы его с вами пропустим, смотрите, есть такая корона интересная. Так, элита испытаний, ну-ка, ну-ка, элита испытаний. Здесь снова же все временное, да? Ну, здесь тоже все временное, поэтому... Хотя, можно открыть, но я не вижу смысла, если честно. Это такой же, ну-ка, да, здесь 2 дня в скобочках написано, окей, тогда мы его тоже трогать с вами не будем. 352 ящика BP, ну, чтобы вы понимали, сколько человек копит эти кейсы. 352 ящика BP, это очень много, ребят. Так, вот такой вот кейсик у нас есть, набор Рамадан. Ну-ка, давайте посмотрим, что же тут у нас внутри. Здесь снова же популярность. Я вас понял, открываем, забираем один перстень на этот раз. Набор Благословения, ну-ка, давайте посмотрим, что тут. Тоже популярность, что ли? А, этот не открывается таким образом, видите? Ну, давайте откроем. А, ага, ага, ну, я вас понял. Тогда забираем джишки. Здесь даже думать нечего. Так, идем дальше. У него здесь есть ящик Yamaha. Если вдруг кто не в курсе, ребят, у нас тут в ящике Yamaha есть временный скин на мотоцикл и временные скины именно на весь сет. В принципе, ящик Yamaha он разрешил открыть, поэтому давайте мы его с вами откроем. Ну, хотя бы один временный откроем, чтобы прям не по всем проходиться. Так, давайте его откроем. Мотоцикл забрали. Прекрасно. Так, идем дальше. Дальше у нас еще вот такой вот интересный кейс. Ящик, набитый монетами. Ящик, набитый монетами. Что же тут за монеты могут быть? Или джишки, или бипишки. Окей, ну давай джишки. Нет, получай бипишки. Я вас понял. Идем дальше. Зимний набор. Окей. Ну-ка, что тут в зимнем наборе у нас? Тут у нас непонятно, что в зимнем наборе у нас тут полный сюрприз, потому что они открываются. Помните, как было со старыми RP-кейсами? Вот такая же тема, ребят. Мы не знаем, что тут внутри, поэтому будет сюрприз. Понятно. Награды, популярности. Я вас понял. Так, дальше. Арабский подарочный набор. Угу. Счастливые третьи годовщины. Это получается третья годовщина. Значит, этому кейсу почти год. Так, давайте посмотрим, что тут. Снова же популярность. Блин, просто кейсы с популярностью. Никаких именно интересных там, именно каких-то скрытых скинов и так далее. Ну и в принципе мы максимально быстро, ребят, добрались именно до кейса, да? Да, мы очень быстро с вами добрались до кейса с пиратским вот этим кейсом. Потому что остальное мы все вроде бы, да, все поклацали. Ну, видосик будет коротким, но зато будет интересно. В общем, вот такой вот кейсик. Пиратский ящик. Этот кейсик у нас был очень-очень-очень-очень давно добавлен, ребят. Их можно было собирать, если не ошибаюсь, именно с карты. Там у нас были клады зарытые, если вы вдруг помните. И вы могли именно открыть этот кейсик. И там выпадали компасы, скины разные падали. Кому что падало. Много тогда было фейков. Кто-то даже показывал, что им падали именно какие-то легендарные костюмчики. Поэтому очень даже интересно, что же нам отсюда упадет. Честно, очень боюсь открою, потому что всего лишь один кейсик. И человек его хранил так долго. И мы его с вами сейчас одним нажатием сразу же откроем. Посмотреть, к сожалению, внутри, что у нас нет возможности. Просто я боюсь, что сейчас если нажму использовать, да, то он сразу откроется. Но все же, давайте нажмем использовать. О, нет, можно посмотреть. Нет, нельзя все-таки, блин. Я думал, можно класснуть, посмотреть, что в нем внутри. Ну, тогда интрига, как говорится, в данном видосе, ребят, да. Давайте открывать. Пиратский ящик. Проклятие или благословение. Вот это интересно. Интересная была ранее, ребят, у нас такая интрижка, да, от разработчиков. Согласитесь, вы бы хотели именно вот такие вот кейсики вернуть. Помните, тогда можно было доставать там... У нас были компасы золотые, серебряные. Кто играет давно, я думаю, помнит. Мы их собирали с вами из вот этих ящиков. Потом меняли на постоянные скины. Там скин на вектор был, если не ошибаюсь. Даже можно было забрать. Вот бы сейчас вернули такие времена. Было бы очень даже круто. Потому что, ну, была интрига очень прям интересная. И тогда еще рандомно спамнились эти кейсы. Прям нахлынула ностальгия, если честно. Раньше было лучше, как говорится. Окей, все, давайте, не будем тянуть. Как говорится, барабанная дробь. Барабанная дробь. Три, два, один. Открываем. И? Что это? Что это? Это что такое? Ребят, что мы выбили-то? Что, простите? Не понял. В общем, я не знаю, что мы выбили. Возможно, это компасы, которые там были. Я не знаю, может быть, они закончились. Вот, кстати, посмотрите. Видите, когда истекает? 7-го, 7-го, 2020-го. То есть, получается, у нас данный кейс 7-го, 2020-го. То есть, это очень-очень давно было, ребят. А, он истекал 7-го, 2020-го. То есть, получается, он еще раньше был у нас добавлен. Короче, я не знаю, что мы выбили, но мы что-то выбили. Что-то временное. И если я сейчас нажму окей, то это исчезнет. Потому что это временное. И срок уже истек. Так, надо сделать коренец для... Хотя, сделаю уже из видоса. Но это была самая неожиданная концовка, ребят. Серьезно, я не ожидал такого дропа. Так, ну окей. И что? А, у нас есть в инвентаре что-то непонятное. Чекайте, просто заходим в инвентарь. А, и уже исчезла, да? Ага. То есть, это было вот в тот момент, когда нам добавили, оно моментально исчезло. Или я слепой? Нет, я не вижу тут ничего. Вот это было самое неожиданное открытие. О, кстати, мы один кейс пропустили. Ребят, ящик удачи папка. Ну-ка, давайте его откроем. Что тут у нас? А, здесь тоже популярность. Просто все кейсы с популярностью. И в конце выбили мы с вами что-то непонятное, которое исчезло вообще. Максимально странный. И, вправду, проклятый какой-то у нас кейсик был. Потому что там было написано проклятие или благословение. А у нас получилось проклятие. Круто, честно, не ожидал. Не ожидал такого дропа. Я такого еще из кейсов никогда не выбивал. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Если видосик понравился, был интересным, обязательно поддержите его своим царским лайком. Если у вас, друг, тоже есть очень редкие кейсы, которые вы бы хотели, чтобы другие ребята увидели. И, конечно, согласились бы, чтобы их открыть. Тогда обязательно кидайте скрины мне в директ инстаграма. Само собой спишемся, с вами уже поговорим. На этом, в принципе, все. Если видосик понравился, был интересным, поддержите его своим царским лайком. Также не забывайте подписываться. Не забывайте, ребят, участвовать в розыгрыше прокачки. Потому что результаты у нас будут уже сразу же после выхода пользовательского кейса. Поэтому, ребят, обязательно участвуйте. Ссылочки есть в описании. На этом я с вами прощаюсь. Всем говорю спасибо за просмотр. Спасибо за подписочку. С вами был Dream. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok